В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! 21 декабря отмечается Международный день баскетбола. И в преддверии этого замечательного праздника у нас сегодня в гостях главный тренер баскетбольного клуба Рязани Денис Тимаков. Денис, здравствуйте! Ну, во-первых, с наступающим! Спасибо! Расскажите, пожалуйста, как давно вообще существует баскетбольный клуб Рязани? Баскетбольный клуб Рязани существует с 2009 года. И по сей день выступаем в Суперлиге 1. И представляем честь нашего города в этих соревнованиях и в чемпионате России. А как давно вы являетесь тренером главным? Тренером главного баскетбольного клуба я работаю с 2013 года. Это, получается, третий сезон. До этого я тренировал молодежную команду города Рязани. И еще раньше выступал как игрок за баскетбольный клуб Рязани. А сейчас вы уже не выступаете как игрок? Нет, безусловно, я сейчас выступаю только в одной роли главного тренера. А никакой нет там ностальгии, желания, мячик побросать? Или вы все равно это как-то делаете в свободное время? Ну, ностальгии нет, потому что я до сих пор в баскетболе и живу этим видом спорта. Опять же, непосредственно работа моя связана с моим любимым видом спорта. Поэтому ностальгии нет. И еще раз повторюсь, живу этим видом спорта, очень его люблю и постоянно в нем. Ну, это, наверное, большая разница, да, играть в баскетбол или быть тренером, все это контролировать, всех учить? Ну, конечно, это кардинально противоположные вещи. Игрок и тренер, абсолютно разный подход, абсолютно разное понимание игры. Поэтому два совершенно разных направления. И везде свои сложности, как и в любой работе. Основная сложность какая? Да, много, много аспектов. Найти как тренера, найти взаимопонимание с игроками и добиться поставленных результатов от команды. Это, в принципе, основная задача и основная трудность. А ну, как тренера вы, как бывший игрок, вы можете себя всегда поставить на место игрока, например? В каких-то моментах, безусловно, я это делаю. А в каких-то ситуациях, наоборот, этого не стоит допускать и стоит оставаться именно тренером. Насколько вы строгий тренер? В максимальной стройке. Дисциплина должна быть максимальной? Абсолютно. А вот что еще главное для команды, для того, чтобы побеждать? Ну, для команды важно, как и для любого коллектива, это, конечно, единение определенное. И еще раз повторюсь, взаимопонимание внутри коллектива. Как и в игровом плане, так и в плане каких-то межчеловеческих отношений. Вот расскажите, вдруг кто-то не знает, например, да, сколько человек в команде баскетбольной? В команде 12 человек, игра идет с 5 на 5, есть баскетбольный мяч, есть две корзины, есть трое судей и присуждается за каждое попадание очки. Как часто меняется состав, например, баскетбольного команды, баскетбольного клуба «Рязань»? Ну, да, к сожалению, наверное, все-таки к сожалению, существует такая тенденция, что по определенным обстоятельствам достаточно часто приходится менять состав команды. И именно поэтому, пожалуй, в этом году была сделана ставка на молодых рязанских игроков. Хотим в этом сезоне подготовить, так скажем, фундамент для нашего клуба, чтобы можно было избежать вот этих, так скажем, перетрубаться и ненужных постоянных смен состава и воспитать своих игроков. То есть вот эти смены состава, они не идут на пользу? Ну, безусловно. Получается ситуация следующая, когда ты один сезон работаешь с одними людьми, ты готовишь к чему-то и приходит окончание сезона, и больше половины команды просто меняют место работы, и получается, что ты вынужден делать фактически одну и ту же работу заново. И результаты от этого, к сожалению, падают, потому что нет этой стабильности. А вот баскетбол у нас, насколько знаю, олимпийский вид спорта. Да, конечно. А как вы считаете, вообще это престижно? Ну, абсолютно. Я бы скажу, очень престижно, как и любой сейчас профессиональный спорт в стране. Очень престижно, в частности, баскетбол. И еще раз подчеркну, это профессиональный вид деятельности, люди этим зарабатывают себе на жизнь. И второй аспект, делают это для зрителей, привлекают внимание, дарят им какие-то эмоции. И чаще всего положительные, хотелось бы, чтобы баскетбольный клуб дарил только положительные эмоции. Но, тем не менее, игра бывает разная. Бывают положительные моменты, бывают отрицательные. Но это очень престижно и интересно и для зрителей, и для участников процесса, для баскетболистов. А вот как вы считаете, вообще в нашем городе на каком уровне находится баскетбол? То есть есть какие-то секции, где дети занимаются, где дети тренируют? Вот как-то, опять же, отслеживаете совсем молодое поколение? Ну, да, начнем с секции. Есть с дешевле единства, есть группы при общеобразовательных учреждениях, откуда дети с малого возраста, скажем, с 7 лет находят себя в баскетболе, пытаются добиться каких-то результатов. И, конечно, мы его отслеживаем. Это еще раз повторюсь. Результатом является все-таки наличие четырех баскетболистов из Рязани сейчас в составе команды. И, опять же, вернусь к тому, что я и был тренером молодежной команды. Эти ребята можно назвать и моими воспитанниками. Они сейчас в клубе. И мы стараемся сохранять эту связь и выстроить взаимоотношения между детским баскетболом и клубом профессиональным. А в детский баскетбол со скольки лет можно уже идти? Ну, я сказал, я думаю, для меня оптимальность в 7 лет. Первый класс, дети готовы. Можно, конечно, и раньше, но я думаю, что в 7 лет это оптимально. И постепенно они, так и называется, детская юношка спортивная школа, где они проходят вот этот этап взастрения с первого класса и до окончания школы. И переход дальше, если есть желание на профессиональный уровень. А вот верхняя планка? В верхнюю планку, ну, существует лига ВТБ. Мы после лиги ВТБ следующий этап баскетбольного клуба Рязани. Ну, и не говоря уже о национальных сборных, олимпийских соревнованиях, чемпионатах Европы, чемпионатах мира. А вот в баскетбольном клубе Рязани какой возраст участников? В этом году у нас молодая команда. Средний возраст, я думаю, ниже 25 в этом году. Поэтому молодая команда, перспективная. Скажите, пожалуйста, насколько это вообще травматичный вид спорта, например? Да, это травматичный вид спорта, однозначно скажу. К сожалению, сам принес там две тяжелые травмы, которые, может быть, с одной стороны, не позволили продолжить карьеру игрока, с другой стороны, подтолкнули к карьере тренера, что тоже плюс. Ну, да, это контактный вид спорта. Много травм, к сожалению, это есть. И от этого никуда не уйти. Денис, сколько у вас рост? Два метра мой рост. А вот мне вот очень интересно, с 7 лет, например, занимаются дети баскетболом, да? А вот если он не вырастет высоким? Да, я вам скажу так, что не все в баскетболе, опять же, к счастью, не все зависит от роста. И два метра – это не самый высокий рост, и не самый низкий, да. Но очень многое зависит от умения, от понимания, от интеллекта. Поэтому рост – это не самый главный. И физический показатель – это не самый главный, как и в любом виде спорта. Важный характер. Есть все равно какая-то планка роста, например? Ну, объективно, нижней планки роста не существует. То есть меня возьмут. Да, я думаю, да. Есть игроки, которые ростом в истории американского профессионального баскетбола, ростом ниже метра семидесяти, играли на самом высоком уровне. Это прыгучесть какая-то должна быть. Ну да, определенные физические качества, они компенсируют рост. Но еще раз повторю, характер, трудолюбие, интеллект баскетбольный, игровой, жизненный. Как часто приходится тренироваться игрокам? Ну, тренируемся, скажем, пять раз в неделю, по два раза в день, по два часа. Но это очень серьезная работа. Я повторюсь, это профессиональный клуб, и это огромная разница между любительским спортом и профессиональным. Игроки все свое время посвящают баскетболу, посвящают себя результатам команды. Это сложный труд, это тяжело. То есть это нужно отдавать себе полностью отчет в том, что это твоя жизнь теперь? Да, конечно, это становится жизнью, это становится профессией. При том, что это любимое дело, безусловно, но в первую очередь это работа, это профессия. И опять же сопряженно, как вы уже сказали, с физическим трудом, с травмами, с тяжелыми. Но тем не менее люди выбирают этот путь. Вот какими-то недавними достижениями похвастаетесь? У нас сейчас идет регулярный чемпионат, он начался в октябре, будет заканчиваться в мае месяц. Боремся за попадание в плей-офф, как в принципе и на протяжении всех этих сезонов. Команда всегда боролась за попадание в плей-офф, всегда попадала в плей-офф и старалась бороться за высшие места, за медали. Ну и скажите, пожалуйста, Денис, спорт – это жизнь? Спорт для меня – это жизнь, безусловно, и спорт – это для всех жизнь, это здоровье, это удовольствие, радость. Ну что ж, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Денис Тимаков, главный тренер баскетбольного клуба «Рязань». Это программа «Городские встречи». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»